Ежегодно администрация Тамбовской области при поддержке Министерства культуры Российской Федерации проводит международный фестиваль имени Василия Ивановича Агапкина. В этом году фестиваль стал уже четвертым. На Рассказовскую землю приехали гости из Белоруссии и Казани. Духовые оркестры выступили со своими лучшими произведениями. Международный фестиваль имени Агапкина – масштабный праздник для всех жителей Тамбовской области. Традиции оркестрового духового исполнительства имеют богатую историю, а фестиваль призван способствовать их сохранению и развитию. Это популяризация и пропаганда жанра духовой музыки для подрастающего поколения. Я думаю, что сегодня все присутствующие отдохнут, много для себя получат, потому что даже из-за того, что гости приехали из Белоруссии, из главного государства университета, где вот такой духовой оркестр, сейчас они пройдут маршем, это будет торжественно, через центральный вход в парк. Это величественно, это вот и в честь празднования 70-летия Победы, вот это очередное вот такое мероприятие у нас проходит. Поэтому для Рассказовского района это очень высокая честь. В рамках фестиваля жителей Рассказовского района ждало выступление оркестра духовых и ударных инструментов «Светоч» Белорусского государственного университета культуры и искусства. Художественным руководителем коллектива с 2010 года является Виктор Михайлович Володкович, главным дирижером Александр Владимирович Федоров, благодаря которым оркестр значительно расширил концертный репертуар и параметры своей плодотворной активной творческой деятельности. Палящее солнце и душная погода, которая стояла в субботний день, не помешали музыкантам отыграть программу на бис. Я в своей жизни побывал в очень многих странах. Это, вот говорят, обычно, где только я не был, а я могу сказать, где только я был, но во многих городах, были Парижи, и Великобритании, и во всех многих странах, Германия, Франция. Но, приехав сюда к вам, знаете, какое-то особое чувство. Вот я учился в Москве, потом приехал в Германию, потом опять в Белоруссию, служил также и на Украине, на которой сейчас происходят такие события, к сожалению. Но все мы люди единой страны, и все один, единый народ. И, понимаете, вот, приехав сюда, вот в ваш такой вот областной город, все равно вот чувствуется такое какое-то большое тепло, чувствуется большое отношение, какая-то вот такая даже ностальгическая какая-то вот такая вот наша спайка такая, да. И, конечно, играть в таких условиях, даже жарко, не жарко, это все равно. Но чувствуется тепло вот этих людей, и мы стараемся при помощи музыкальных звуков тоже отдать свое тепло, потому что музыка – это выражение души человека в музыкальных звуках. Зрители остались довольны выступлением музыкантов. Живая музыка, говорят они, не сравнится ни с чем. Каждый, кто пришел, получил от игры духовых инструментов большое удовольствие. Такая музыка была, просто вот, знаете, по телевизору бы не стал смотреть, а вот сюда пришла, и вот очень понравилась. Хорошая музыка. Повидались с друзьями из Беларуси, себя показали, ничего, для отдыха очень хорошо, спасибо им большое. 20 июня духовые оркестры звучали одновременно на восьми сценических площадках области. Участниками международного фестиваля стали музыкальные коллективы из Москвы, Казани, Севастополя, Санкт-Петербурга, Республики Беларусь и города Тамбова. Жителей, рассказывав своим выступлением, порадовал известный военный оркестр Казанского высшего командного училища. Главный дирижер – заслуженный артист Республики Татарстан, подполковник Ян Орехов. Под его управлением на открытой сцене звучали популярные мелодии разных лет. Только живая музыка и исполнение артистов. Репертуар широк, от классики до рока, рассчитан на любого слушателя. Рассказывцы горячо встречали музыкантов, попевали знакомым мотивом и благодарили артистов за выступление. ПЕСНЯ Очень гостеприимная и очень благодарная публика. Очень приятно рядом находиться с этими людьми. Какая-то доброта исходит от них. Очень приятно играть. И не важно, сколько людей, важно, какие люди пришли. Мы хотели порадовать вкус любого слушателя. Поэтому были и руссконародные песни, естественно, «Прощание славянки» и популярная классика. Но всего понемножку. Международный фестиваль духовых оркестров имени Василия Агапкина – это укрепление творческих связей не только между регионами России, но и странами ближнего и дальнего зарубежья. Ирина Птуха, Степан Диколенко. Новости ТВ Рассказово.